Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Постоянные зрители канала наверняка помнят предыдущий ролик про фидуа. Это такая испанская паэлья, только готовится не из риса, а из макарон. В прошлый раз я готовил ее со свининой, с сибирийской свининой. А сегодня я хочу приготовить с морепродуктами. Причем это не обычная замена свинины на морепродукты, нет. Отличия несколько глубже, немножко технология меняется. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитайте. И сразу замечу, чтобы отнести возможные претензии, по типу, конечно, в вашей Испании можно свежие морепродукты брать, а где нам в нашей России их найти? Я буду готовить из свежезамороженных. Вот здесь у меня лежит кучка. Это сырые креветки. Да, красные, но сырые. Порода такая, гамбосрохос на испанском называется. В переводе так говорится, да, креветки красные. А вот так они выглядели час назад, когда я их только-только из морозилки достал. Это чищенные креветки, тоже сырые. Это чищенные мидии. Не нашел замороженных в половинках раковин, к сожалению. А это кольца кальмара. Приступим. Начну с нарезки лука и сладкого перца. Все кубиком. Панцирь и креветок надо аккуратненько разрезать со спины, чтобы удалить кишку. На самом-то деле, сами испанцы этим практически не заморачиваются никогда, по моим наблюдениям. Все. На этом все подготовительные процедуры завершены. Можно приступать к готовке. В прошлом выпуске про фидеу я говорил, что и паэля, и фидеу должны готовиться в очень большой по площади сковороде. Для того, чтобы слой продуктов в ней был как можно более тонким. Это один из самых важных моментов в приготовлении блюд такого типа в испанской кухне. Это как с блинами, например. Вы же не станете блины пытаться выпечь в маленькой кастрюльке. Или в сковородке варить яйца. Масло оливкового сюда, экстра-верджин, ароматного такого, с горчинкой. Немного. И креветок. Крупный, нечищный, это для украшения. Панцирь, кстати, при обжарке очень неплохо ароматизирует масло. А позже при варке еще и в бульон свой аромат отдадут. До готовности обжаривать не надо. И огонь посильнее, чтобы панцири посильнее подпеклись. Если огонь слабый будет, то к тому времени, как поверхность панциря прожарится, теплота внутри креветки успеет уйти, и она приготовится полностью. А когда позже я их в бульоне буду доваривать, то они переварятся и станут резиновые. Нам такого не надо. Пора их, кстати, уже снять. А пусть полежат в сторонке. А наскорую отправляются лук и перец. Вообще, вот фидуа из морепродуктов, чертовски быстрое блюдо. От начала процесса готовки до поедания 20-25 минут. Пора сюда чищенных креветок. И кольца кальмаров отправить. И посолить. Чуть-чуть. Опять же, важный момент, еще раз повторюсь. Не надо все эти морепродукты до готовности жарить. Я сейчас сюда еще и макарошки сухие положу. С ними обжаривать буду. Затем бульон. И все это будет минут 10-12 готовиться. То есть и креветки, и кальмар сто раз успеют провариться до полной готовности. А если их сначала прожарить хорошенько, так они от такой долгой тепловой обработки все резиновые станут. Миди-штук вообще нежные, поэтому их заложу только уже в бульон, когда тот закипит. Бульон рыбно-овощной. Ну, больше рыбный, чем овощной, конечно. Насыщенный. На канале есть ролик про приготовление подобного. В него у меня идут головы, хвосты, хребты. Короче, все, что остается от разделки рыбы на филе. И хранится в морозилке месяцами. В замороженном виде. Закипел бульон. Пора им иди положить. Вот такой бульон, кстати говоря, я тоже храню в замороженном виде. В морозилке, в пакетах полизеленовых. Ну, и креветок для украшения сюда. Кстати, нагрев уже пора уменьшать, чтобы кипение было слабое. Все, сейчас бульон впитается в макарошки. После чего выключу нагрев. Оставлю настоять минут 3-5. И можно садиться за стол. Вы, кстати, заметили, что для морепродуктовой фидуэвай я не использовал томатно-чесночную пасту сальмаретто, которую обычно в мясную кладут. Вот вам еще одно принципиальное отличие. Ждем готовности. Так, начнем процесс. Обожаю эту штуку. Очень важно, чтобы вот эти вот макарошки, эти фидеус, не были пересушенными. Они должны быть такие все в масле, в этом бульоне таком. Ну, короче, вот видите, да, какая консистенция. Плохо, когда они вобрали в себя весь бульон и слиплись. Вот они должны быть такие жирненькие. Поэтому вот это соотношение как раз-таки между коричневым бульоном и макарошками нужно подбирать под каждой сорт пасты, которая у вас есть. Так, начну я с морепродуктов. Так вот, нацеплю креветочку и мидию. Обожаю морепродукты. Класс. Если относиться к приготовлению не спустя рукава, так, чтобы не пересушить, не зарезинить морепродукты, это вот такенная штука. Так, макарошки, которые впитали в себя весь бульон. Намечательно вот это тут. Впитали в себя все ароматы. Обалденная штука. Обалденная. Ну и колечко кальмара. Мягчайшая, нежнейшая. Абсолютно не резиновая. Вкусная, классная. Слушайте, простецкое блюдо. Быстрое блюдо. Готовится из замороженных морепродуктов. Размораживалось у меня ни в каком-то не холодильнике, просто при вот этой нашей уличной жаре, когда у нас в тени. Сейчас, наверное, градусы 26-28. Сейчас мне оператор скажет, сколько там? 27. 27 градусов жары, это в тени. И вот так вот быстро и классно и вкусно. Замечательная штука. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Для того, чтобы готовить вкусно, нужно собирать все обрезки от рыбы. Купили рыбу. Филе сняли. Хребет сложили в пакетик. Закинули в морозилку. Набралось у вас этих самых обрезков голов, хребтов, всего прочего. Все это дело в кастрюлю. Я ссылочку обязательно повешу в описании. Там, где лук, порей, все это дело рожарите в массы, потом забрасываете в кастрюлю этот самый хребт и вот эти. Вместе обжариваете, заливаете бульоном, провариваете прям при сильном кипении таком, процеживаете, получаете обалденный, насыщенный рыбный бульон, который прекрасно хранится в замороженном виде. Вот такая штука. Вкусно, быстро, просто. Огромное спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова